Хотелось бы, конечно, для наших ребят, именно для инвалидов, чтобы зона была немножечко ограничена от посторонних людей, немножко хотя бы, не совсем уж нас закрыть, как в тюрьме. И чтобы были пандусы нормальные, стеллажи, ход в море с поручнями обязательно. Пляжный сезон в разгаре. Так же, как и все отдыхающие, купаться и загорать хотят люди, которым трудно передвигаться. Для них любой пляж, будь он песчаным, либо галечным, это практически непреодолимое препятствие. По словам председателя Севастопольского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Светланы Ющенко, в нашем городе оборудован всего один пляж под нужды людей с ограниченными возможностями. Спасибо нашему муниципалитету, что они сейчас второй пляж нам помогают открыть. Надеемся, что этот пляж будет удовлетворять наших инвалидов, потому что здесь хороший берег, песочек. А мы просто покажем нашему оператору, что бы мы хотели, глядя на другие в России пляжи для инвалидов, как они оборудованы, что там сделаны. Он не отказывается, он готов с нами сотрудничать и прислушиваться. Ну, я думаю, что у нас все получится. Оператором городского пляжа «Омега» стала севастопольская фирма «Дэви Крым». Контракт на обслуживание курортной зоны заключили на 10 лет. Вместе с управляющим пляжа представители севастопольского отделения Всероссийского общества инвалидов последовали к ближайшему пандусу. Путь длинный и неудобный. А сам пандус совершенно не соответствует нормам. Состояние его оставляет желать лучшего. Коллективным решением стало и вовсе перенести пандус в другое место – к пирсу. Пандус для того, чтобы инвалид мог на коляске проехать, должен соответствовать нормам. Это 1 к 12 или 8 процентов для уже существующих условий. И должны быть поручни, должны быть ограждения, чтобы коляска не свалилась в сторону. Это мы тоже рекомендации будем передавать оператору и надеемся, что это всё будет исполнено. Необходимо организовать беспрепятственный подъезд людей с ограниченными возможностями к оборудованному месту отдыха, установить рядом специальные раздевалки и туалеты, отметил Александр Сидельников. По словам оператора Омеги, проезд на набережную закроют. Однако до любой точки можно будет добраться на электромобиле. Перевозим 4 категории бесплатно – это инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, матери-одиночки, многодетные семьи. 4 категории каждый год получают бесплатные билеты полностью на весь сезон до 30 сентября. Новый оператор Омеги обещает привести пляж в порядок в ближайшее время и сделать его доступным для людей с ограниченными возможностями. Председатель Совета Гагаринского муниципального округа держит этот вопрос на личном контроле. Далее оператор будет сделать эскизный проект. Мы его согласуем с инвалидами города Севастополя. У нас будет совещание на их территории. И оператор обязуется воплотить это в жизнь. Я надеюсь, что это будет в ближайшее время. Мы поставили задачу неделю на составление эскизного проекта и неделю на согласование с инвалидами по доступной среде. Будем это делать. И следующий вопрос, который у нас немаловажный. Мы ранее проводили совещание с полицией и с начальником полиции Гагаринского района по поводу безопасности Гагаринского района и безопасности пляжей. Для обеспечения безопасности операторам городских пляжей рекомендовали установить видеонаблюдение. На Омеге уже установили пять видеокамер. В ближайшее время они заработают, заверил управляющий. Также оператору дали рекомендации установить дополнительные скамейки, лежаки и навесы. На сегодняшний день мы в составе комиссии поставили три основных задачи. Это санитарное состояние, безопасность пляжа и людей соответственно, и доступная среда для инвалидов. Мы наметили план мероприятий, как его делать. Мы очень заинтересованы в том, чтобы его реализовывать в кратчайшие сроки. Санитарное состояние курортной зоны оставляет желать лучшего. В разгар сезона городской пляж Омега к приему отдыхающих подготовлен плохо. Оператор получит предписание. Его обяжут наладить постоянную уборку территории, рассказал глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов. Марина Иванова, Денис Александрович, Севинформбюро.